Новое шоу подъехало! Хейтеры, фанаты и другие ноунеймы пришли в ресторан Фрэнк Байбаста, чтобы задать острые вопросы Клави Коке. Если она сольется, то оплатит всем счет. А если ответит честно, поляну накроет Баста. Не ругай, святый дикт! Старый привет! Здорово! Мы узнали, что тебе нравится Клава Коке. Ля ты, крыса! Клава Коке засветила свою щель порока. Это надо вырезать обязательно! Аааа, нет! А это у нас шо за чучело мяучило такое? С маслом? Да нет! Мне неловко слушать это даже. Ну слушай, ну ладно, я могу ответить, могу не отвечать. Я здесь что-то как-то диск печально себя ведет. Мне кажется, что этот вопрос, он, ну, достаточно в рамках. Очень часто работая на студии, я настолько увлечен музыкой, что забываю даже поесть. Но когда на улице хорошая погода, а в холодильнике лежат стейки из индейки от Инди Лайт, эта проблема решается очень быстро и вкусно. Стейки из индейки в мексиканском и аргентинском маринаде – это нежное мясо с яркими приправами, подчеркивающими вкус. Чтобы им насладиться, нужно всего лишь обжарить их с двух сторон, дать отдохнуть под фольгой и готово. Стейки от Инди Лайт – это не просто вкусно и полезно, а еще и то, что нужно для теплой погоды и загородных пикников для всей семьи. Выбирайте счастье, выбирайте Инди Лайт. Встречайте, у нас в гостях певица, модель, секс-инфлюенсер, трендсеттер, вдохновляшка, как я ее называю, Клава Кока. Встречайте. Привет, ребят, всем-всем привет. Мой соведущий, инфлюенсер, битмейкер, кэвенщик, батл-рэпер, побери, черт его, со всеми его талантами, мой братишка, вернее, вот так, мой братишка, Джарахов. Здравствуйте. Грустный, но не пьющий. Итак, Клав, у нас такое шоу, здесь пришли люди, которые следят за тобой. Класс. Одни следят за того, чтобы любить, другие для того, чтобы набить. Хорошо. Но одного без другого не бывает. А я всех люблю. Сейчас посмотрим, так же Дима Масленникова вначале тоже говорил. Итак, первый вопрос. У меня такой вопрос. У тебя есть возможность спасти одного человека. Кого ты вынесешь из огня? Дима Масленникова или Дима Гордея? Подожди, есть еще один какой-то Дима? Ну, мне кажется, очевидно, что я возьму с собой в новую жизнь человека, с которым я больше общаюсь. Поэтому Дима Масленникова. Окей, спасибо. Подожди, кто такой? И что там Дима? Дима Гордей. Дима Гордей. Это кто такой? Думаю, лучше Клайм рассказать. Кто? Кто? Ну, я имею в виду. Мой бро? Чуть пониже, там хлопать не могу по другому месту. Ну, я имею в виду, да? Ну, да, обалденно. А Масленников тоже, что ли, твой бро? Нет. Нет, он мой бро. Ну, просто бро. Что? А с Масленникова? Да нет. А я тут Масленникова, на чем свет стоит. А что, в ней что-то было с Масленниковой что? Как говорят, вроде да. Так, значит, как говорят. Я не уверена. Ааа, а я думаю, вы Диму Масленникова, думаешь, из огня. Да сразу пусть горит нахуй. Думаю, сразу. Что у тебя было с Димой Масленникова? Ну, мы с ним дружим уже сколько лет? Наверное, семь. Вот реально. Мы прям начинали вместе. Он был начинающим блогером. Я тоже тогда еще была блогером. Поэтому для меня это очень важный человечек. Но у нас не было никаких отношений. Ну, он тебя подкатывал когда-нибудь такой. Представляешь, Дима такой раз, проснулся такой, говорит. Что, глянь, Кока такая раз, такой. Ну, с утра проходит, такой. Ну, Клава. Да что, ну? Клавочка. Нет. Он такой, ну... Нет, я все знаю. Что, он любит тебя? Нет. Нет. Он подкатывал к тебе, нет? Ну... Может было. Пару раз. У вас в какие-то авантуре призраки ходят? Я не пойму. Скажи, я пожилой человек. Скажи, есть у тебя ревматизм или нет? Что такое ревматизм? Подкатывал, подкатывал к тебе, нет. Либо он... Ну, подкатывал и как минимум нашел подкаты к Клавикой. Либо он так делал так? Так тоже делал. Делал так? Да. Супер, все. А я думаю, что она, я масленькая, она так не смеется вообще. Я про него говорю, что он спятил, а она нет. Все не просто так. А второй кто? Дима Гордей. Это кто такой? Это... Это мой бывший молодой человек. Блин, я не знаю. Нет, то, что я понял. Это блогер тоже. Блогер, да. Клав, ну давай мы тебе подыщем хорошего мужчину. Ну давай, так ты займись этим. Давай требования твои. Давай. Ну что, требования хорошего мужчине? Давай, по пунктам пошли. Давай, мне хотелось бы, чтобы человек был реализованный. Состоявшийся. Как личность, да. Мне нужно, чтобы у человека было очень много жизненной энергии. В том плане, чтобы ему хотелось много, и он все это делал. Чтобы он был, давай так скажем правильно, энергетически мотивирован. Третье. Мне бы хотелось, чтобы он был сильнее, чем я. Сложная задача. Но не физически. А, так сказать, чтобы его психотип, да? Так. Позволял тебе чувствовать себя защищенной, но вместе с тем, чтобы он не подавлял тебя. Не подавлял меня как личность, да. Не абьюзер. Но это уже туда все идет. Не истеричка. Не истеричка, да. Но это не тиран, потому что все тираны истерички. Это очень важно. Дима Масленников тут так истерил. Видела, как он говорил? Я уйду отсюда. Я посмотрел первые 20 минут. Я уйду отсюда. Хотя я говорю, Диманыч, да какая веселая программа. Слушай, а он просто устал. Все это терпеть. Я устал. Я ухожу. Так, и четвертый критерий. Внешние качества. Ой, давай. Но мне нравятся, конечно, мужчины выше, чем я. Да? Я метр семь... Эльдар. Сука. Не, но все может быть по-другому, понимаешь? Да. Возьму у тебя кроссовочки. У меня рост метр семьдесят, и я люблю платформу. То есть он должен быть метр восемьдесят пять. Ну, метр восемьдесят хотя бы, да. Ну, метр восемьдесят не будет ищетиво. Ну, метр семьдесят семь хотя бы. Ты еще вот эту елку накрутил, он будет ниже, да? Да. Дальше. Мне бы хотелось, чтобы он был физически... Угу. Накачан. Сложен. Не накачан, не перекачан ты хочешь. Чтобы он следил за собой. Да, чтобы он не был запущен. Да. Чтобы он следил за собой. И мне вообще нравится, когда люди стремятся к развитию. Угу. В своей профессии, в своем деле и в своей внешности тоже. Не зациклены. Эх, дочка одна, ты будешь всю жизнь. Так, угу. А, чувство юмора. А еще, чтобы это был все один человек. Чувство юмора, да. Славка, ну это ты, по-моему. Чувство юмора. Состоявшийся ты. Слава Кококс. Мотивирован. Мотивирован, пиздец. Во-первых, не тиран. Подожди, подожди. Мне кажется, вот у меня плохое зрение, но это не тот ли человек. Он. Который, там, Калене Водонаева подкатывал на этом месте. О-о-о, Слава дурная у тебя, конечно, Слава. Ля ты, крыса. Клава, расскажи, пожалуйста, когда ты была последний раз на свидании и чем все закончилось? Хороший вопрос. Очень. А что такое свидание? Ну, какая-то романтическая встреча с человеком, который тебе, может быть, нравится. То есть, свидание это только с человеком, который тебе нравится? Может быть и нет. Ну, как будто в этом контексте она про это спрашивает, да. У меня была встреча недавно с человеком, который мне нравится, но это было не свидание. А также недавно было свидание с человеком, который мне не нравится. Но вообще был момент, даже часто бывало такое, что там за полгода у меня не было ни одного свидания. Даже за год было ни одного свидания. Просто сейчас уже время идет, и вот то ли весна на меня так действует, то ли что-то еще. Но, получается, была на свидании недавно, может быть, дней 5-7 назад в неделю, может, 10. Слушай, у меня один знакомый. Да. Мой близкий товарищ. Я сейчас не говорю из разряда, типа, намекая на себя ни в коем случае. Ты нравишься моему товарищу очень сильно. И это витает в воздухе. Ты про старого, что ли, говоришь? А? Про старого, говоришь? С чего ты взял? Ну, я думаю, а кто у тебя еще есть товарищи, может быть, этим чувствительным и... Вот. Что сделать ему? Он? Что сделать моему товарищу? Да, натуре он? Кто? У меня много товарищей разных. Понятно. В клик-клаке человек 6-7 разных. Так, ну, Эльдар, Эльдар, давай, давай. Что нужно сделать человеку, чтобы пойти с тобой на свидание? Ах, Андрюха. Ах, Андрюха. Это хороший вопрос, на самом деле. Вот очень многие люди думают, что для того, чтобы пригласить на свидание какую-то девушку, ну, известную, да, или парня известного, для того, чтобы как-то себе заявить, все почему-то думают, что это из ряда вон выходящее, что невозможно. Я критерии такие сказала. Ну, ты же понимаешь, что есть один критерий, который перечеркивает все. Давай старому наберем. Рост. Нет. Давай старому наберем. Критерий называется чувство. То есть, если есть чувство, то это все вот так вот. Давай старому наберем. Поэтому я думаю, что я, девушка, свободна. Поэтому... Старик, давай старому наберем сейчас. Ну, набирай. Подождите, старого я знаю, у него есть девушка. Нет. Это он? Нет. Да он, он. Старик. Нет. Да я по глазам вижу, когда ты трезвый, врать не умеешь. Водки. Бутылку. Но если это он, то у него есть мой контакт. Как минимум. Старый. А, мой случайный друг, о котором мы не хотим говорить. Весел. Нет, а почему мужчины, ну, как-то они... Они мало... Они зачастую боятся себя проявить. Ну, короче, мужики, не бойтесь девчонок. Пап, сейчас, подожди. Андрей, я вообще понятия не имею, что происходит. Вдруг это не он. Старый, привет. Здорово. Мы, смотри, мы узнали, ну, мы и знали, твой друг спалился, что тебе нравится Клава Кока. Блядь. Это кто-то раков тебе сказал. Братан. Он там? Не, его... Братан, подожди. Братан, я тебе послушай сюда, пожалуйста. У нас программа практически, жду тебя. Сейчас, ты не поверишь, Клава сейчас рядом со мной. У тебя есть возможность пригласить ее на свидание. Блядь, ты мой глаз видел? Я не могу с таким глазом кому-то показывать. Это все оправдание, брат! У тебя есть возможность пригла... Вот она рядом со мной. Привет. Привет, Клава. Ну что ж, пойдем кофе пить, хорошо? Что? Кофе пойдешь пить? Пошли. Я все сделал для тебя, Стар. Свяжем вас после. Целую, обнимаю. Он вот так, когда я его вижу, он так... Он там, сын, говорил? Он там? Какой-то сводник старый уже чуть-чуть. Так мило, что вы пытаетесь устроить мою личную жизнь. Хотя не мою, а его личную жизнь, да? Вашу? А, нашу? Да. А чем он? Старый, классный человек с юмором. Старый, ты красавчик просто, братское сердце. Просто, когда вот такие друзья беспокоятся за тебя, нужно идти... Клава тем более сказал, вперед, не стесняйтесь, будьте смелее, решайте. Да, парни. Что такое? Мы все не молодеем. В следующем выпуске. Старый со всей правдой о Клаве Кофе. Давайте дальше следующий вопрос. Спасибо большое. Всем привет, мы Кукаяки, мы купили рекламу на канале Газгольдер. Нас раньше всех пустили в ресторан Ростикс. Добро пожаловать в Ростикс. Можно, пожалуйста, два Ростмастера, два шеф-ролла. Картошку? Две. Баскет-тостер. Крылыши для нашего оператора. И огромный баскет с куриными ножками. Теперь проверим, как быстро они все это приготовят. Вы с Рисой? Давай начинаешь. Двадцать три, девяносто пять. Двадцать тридцать. Двадцать тридцать, это даже быстрее, чем было. Это уже основательный плюс. Звездочка. Вкусненькая? Хорошо. Урочка вообще не изменилась. Такая же сочная, хрустящая, вкусная. Вот только боксмастер был раньше, а теперь это Ростмастер. А так все то же самое. Артур, вот так много еды еще, может ты покушать хочешь? А можно? Конечно можно. Острое. Вкусно-острое. И можешь заказать себе домой, потому что у Ростикс есть приложение с доставкой и программой лояльности Чики Клаб. Молодцы, картошка жарится. Я покидаю это место и могу сказать вам точно, что это настоящая куриная лаборатория. Ну что же, итогово мы ставим Ростиксу пять звездочек из пяти. Напишем в комментариях. Тут круто, они просто самые лучшие от KFC взяли. Так в этом и прикол, что ничего не поменялось. Все самое крутое от KFC осталось в Ростикс. Всем привет, меня зовут Алина. Уже традиция у каждой девушки спрашивать про Славу. Клава, как вам слабо? Можно я подойду? Я плохо вижу. Слушай, мне кажется, что он вполне себе милый, симпатичный парень. Нужно прокомментировать прическу. Просто на взгляд. Внешний вид, как тебе он вообще? Ну ты смотри, близко не подходи. Мне кажется, очень милый, застенчивый молодой человек. Вот. Очень искренний и... Говорит на французском языке. По десятибалльной шкале сколько? Из чего? Ну это понятно. Я вообще считаю, что оценивать человека только внешне, но это странно. Клав, давай вот без этой... Хорошо, аура у него такая. Хуйни только, я тебя прошу, пожалуйста. Ладно, еще раз переговорю, чтобы мата не было. Давай без этой фигни, пожалуйста. Ну в таком случае... Поставь его по десятибалльной. Иди сюда, не бойся его, отходи сюда, чтобы... Слав, садись. По десятибалльной? Ну как есть, только скажи. Да я не знаю, ну в смысле, как вот оценить человека по десятибалльной шкале? Я просто могу сказать, в моем вкусе он или нет. Вот. Ну это мы сразу поймем, что по десятибалльной это минимум... Четыре. Ну понимаешь, для кого-то один и тот же человек это прям супер краш, а для кого-то супер урод. Он супер краш? Все понятно. Выкручивайся. Все понятно. Следующий вопрос. Нет, симпатичный молодец человек. Следующий вопрос. Ты чего такой злой? Ты как Дима Масленников прям говоришь? Конечно. Дмитрий Голубев. Дмитрий Голубев. Какой хорошенький Дмитрий. Негодник, а? Рассмотрели со всех сторон. А ты Голубев, правда? Фамилия Голубев? А-а-а! Просто когда говорят подумать, это очень долго. Да-да-да. Да, понял. Давай, братка, говори. Привет, Клава, такая красивая. Привет. Должен быть комплимент. Акцент. Голубев, давай бомби. В 2015 году судьи сказали, что ты никогда не станешь звездой. Но ты не была без дела и сделала всех. Вот ты связалась после этого с ними и сказала, что они неудачники. Слушайте, ну ты в курсе нет этой ситуации? Я знаю, что ты выступала и тебе где-то... Дай сказать, тебе не... У меня было много конкурсов, да. И во всех мне говорили нет. Так получалось. И иногда отказы были жесткие, потому что они были на всю страну. А я как бы очень сильно готовилась и была еще не совсем сформированным как бы человеком. Я была еще юной. И мне очень это, конечно, было все больно. Ну вот, я так понимаю, ты говоришь про проект Главная сцена. Да. Где мне отказали, значит, Носков, Леонтьев, Арбенина и Аллегрова. Запомнила, да, всех? Запомнила. Значит, Нила говорит, по-моему там были, значит... Как их... Нет, ну я просто мало ли кто-то не знает. Так вот, и у меня есть... Ты продолжай, но кто-то не знает. Нет, кто-то не смотрел это шоу. Убивает людей просто. Мало ли их кто-то не знает. Кто-то не смотрел шоу со мной, я имею в виду именно вот это. Мало ли кто-то не знает их. Вот, и короче. И на самом деле у меня есть история, связанная с каждым из этих людей после. Так получилось, что... Интересует история с Леонтьевым. Ты знаешь, я выходила с ним за руку на сцену на песне года 2021. И мы с ним вместе пели одну и ту же песню на одной сцене. И он вел меня под руку. Вот так вот, ребят. Голубев, вот так вот. Я думаю, что он меня не вспомнил, но у нас был с ним очень милый диалог. Мне было с ним очень приятно. И мне кажется, что ему тоже со мной было как-то приятно находиться. Мы классно пообщались. И я вот, естественно, не испытывала какой-то злобы или агрессии, потому что это было тогда. И посмотрев на себя тогда, я бы тоже скорее сказала себе нет, чем да. Может быть, просто сделала немножко в другой форме. Ну так вот, слушай дальше. Ну? Далее была... С Олегровой. Да, мы выступали вместе тоже на одной сцене. И на мой взгляд... Она тебя вспомнила? Мне кажется, не было никакого негатива, но потом коллеги мои по цеху сказали, что она немножечко расстраивалась, что я с ней нахожусь на одной сцене. То есть она меня помнит. И хорошо. И я не знаю, это витало в воздухе, но мне сказали вот такую историю. Но у меня абсолютно к ним хорошее, крутое отношение, большое уважение и благодарность даже. Потому что, несмотря на то, что мне отказали, мне это очень помогло и сделало меня сильней. И заставило вообще посмотреть по приоритетам, нужно ли мне этим заниматься или нет. И несмотря на то, что было очень больно, я пошла дальше и вот, как видите, получается. По чуть-чуть. Спасибо. Аплодисменты нашей гости, дорогие друзья. И ВОК. Пошел, ВОК. Пошло, ВОК. Меня зовут Настя. Я должен это собрать. Нифига себе. Это что, тектоника у тебя или ВОК? Как? Вот так. А вот эту? Нет, ты хорош. Это возраст. Хорош. Это у меня сударый. Мух отгоняет. Мух отгоняет себя. Вот мы и анонс сделали уже. Не зови меня Азая. Я видел. А зови меня замуж. Не зови меня абейби. Бэйби. 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 Сделай мне бэйби. Сделай мне бэйби. Сделай мне бэйби. Я же поклонник. Ты в тренде. Не, я не в тренде, я поклонник. Лучший. У меня такой вопрос. Люся Чеботина в одном из интервью сказала, что причина вашей ссоры заключается в том, что ты не справилась с ее успехом. Боишься ли ты, что она станет популярнее тебя и отнимет у тебя аудиторию? Хотя у вас репертуар довольно схожий, а Люся реально хороша. Слушай, но Люся реально хороша. Нет, конечно же, я не боюсь. И ни в коем случае такого, что я не пережила ее успех, такого, к сожалению, не было. У нас действительно произошел расход в наших взаимоотношениях. Мы как-то хорошо общались. Мы хорошо общались. И, кстати, Люся вместе со мной была в главной сцене, где нам вместе отказали. Мы были в одном и том же сезоне. Это был 2015 год. Нас гнали оттуда палками, но в итоге прошло время. И вот что? Кушай. Да, я кушаю. Но вот мы с Люсей, так скажем, пробились. Вот. Поэтому, конечно, сто процентов. Я очень радуюсь всем ее успехам. И я безумно поддерживаю все, что у нее и сейчас, и то, что у нее было. И она очень достойный человек для того, чтобы быть не просто там российской звездой, но мировой звездой. Я считаю, что у нее один из самых крутых голосов вообще на нашей эстраде. Ты вообще слышал, как она поет? Конечно. У нее очень сильный голос, у нее очень красивая обертона. И плюс она сама пишет песни. Поэтому я считаю, что Люся суперталантливая и она достойна всего того, что она имеет. И ей нужно еще, еще. И у нее, я уверена, будет суперзлет. Вот. И я буду за нее радоваться. Даже несмотря на то, что наши дороги разошлись. Вот. Я к ней очень хорошо отношусь. А что произошло? Почему разошлись? Слушай, я тоже видела это интервью, где она сказала про то, что я не работала ее. Я, кстати, я вчера это видел, клянусь, в Ютубе. Как короткие видео тебе называют? Шорт? Реально? Да, да. Видел там про смешную собаку одну, а потом было такое видео. Не, правда. Про смешную собаку, которая всегда грустно смотрит, когда ее звали. То есть она ходит нормально, а потом... Джим! Вон. Следующее вот это видео было. Про Люси, где она говорит, что типа вы дружили, ездили вместе кушали, а потом как-то... Ну, я не слышал вот это, то, что она говорит, что не пережили, не пережила. Слава просто, что что-то случилось, что-то пробежало, и, ну, как бы, люди там почему-то перестали общаться. Ну, так бывает в жизни. Так бывает. Ну, могу рассказать в целом? Давай, конечно, расскажи. Ну, я, конечно, так, вкратце, но мы хорошо общались, классно все было. Вот. А через какое-то время, буквально там полтора года назад, у нас с ней был разговор в тачке, где я пошутила над шуткой, над которой мы посмеялись. А потом спустя несколько месяцев оказалось, что она очень обиделась на эту шутку, а я даже об этом не знала. Мы это время как-то и четыре месяца не особо обращались. Остановись, что за шутка? Ну, шутка, которая в моменте мне казалась очень смешной. Ты вот так делаешь? Я тебя вот за это уважаю. Я такой же тип. Я готов пожертвовать многим ради шутки, которую я не могу в себе держать. Нет, в том-то и дело, что я пошутила, и мы вместе посмеялись над этой шуткой. Что за шутка? Слушай, Дима Масленьков-то тоже сидел, хохотал. Я просто, видишь... Это какая-то была шутка. Это была шутка, это просто ее секретный. Я не могу, ты интригуешь, пацаны. Я хочу теперь узнать, что это была за шутка. Это что-то личное? Это нет, не личное. Просто, видишь, если ее это так задело потом, значит, для нее это очень важно. Вот. И спустя несколько месяцев я узнала о том, что она на меня обиделась за это. На меня обиделась из-за этого. Люське наберу потом, что за шутка была. Но, что важно, я, естественно, за шутку извинилась. Я ни в коем случае не хотела, чтобы ее там это расстроило. Да что это за шутка? Я уже не могу. Я теперь буду просто просыпаться так. Какая же это была шутка, интересная. Про что же она могла пошутить? Смотри, про Люсю, что Люси... Они посмеялись вместе, но обиделась Люси. Пишите догадки в комментариях. Интерактивщик. Вот. Ну и потом, я перед ней извинилась, не хотела, чтобы у нас были какие-то разногласия. И, значит, мы продолжили снова общение. А потом вот вышли все эти интервью, где она говорит о том, что я там не пережила ее успех, что там как-то я плохо к ней отношусь. Но это не так, Люси. Я знаю, про что ты пошутила, значит. Я знаю, что я понял. А значит, эта шутка была про успех? Нет, нет, нет. Что-то связано с песней? Нет, нет, нет. Это было очень... Так, да? Кстати, мне очень нравится эта песня. Да, мне нравится. Я ее пою. Я сейчас у Феди Фомина выступал в Симачо-баре. И пел просто вот так, как будто дэдметал пел. Мне очень нравится песня. Нет, классно. Как очень классно? Люси, хочешь шутку? Давай. Ну, это было знаешь как? Ну, давай. Ну, я не буду, Люси. Ты еще обидишься? Нет. Ну, давай, шути. Люси такая... Мразь. Ну, кстати, по эмоции, мне кажется, оно и было так. Да? Так я понимаю, как шутки, которые обижают, как они... Мне вообще кажется, что если шутка обижает, тем более от человека, с которым ты общаешься, лучше сказать, блин, слушай, мне это не нравится, не шути так. 100%. Чем через 5 месяцев выясняется, что человек это обижает. Как я на приеме со своими пациентами говорю, всегда выстраивайте правильные границы, в которых вы обозначаете линию, переходя к которой вы нарушаете мои правила, моего внутреннего тонкого устройства. Будьте корректнее, чтобы мне было легче общаться с вами. Тисто, разборка в 90-х в Ростове. Соблюдайте личные границы, пацаны. Следующий вопрос. Спасибо. Аплодисменты, наш гоня. Спасибо. Клава, у тебя на выступлениях всегда очень откровенные наряды. У меня? Да. У меня? Да. Нет? То и дело видно, там жопа, то сиськи. Очень приятно, да, я сказал? Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты это? Спасибо большое. Ты должен сказать, спасибо тебе большое всех мужчин. Клав. Поэтому фанатею, конечно. А, хорош. Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты это нормальным или, возможно, это потому, что у тебя давно не было отношений? Слушай, ну, если у меня не было отношений, это же не значит, что... Это нормально. Да. Клав, я же тебе говорю, что он симпатичный, но неприятный. Ну нет, смотрите, на самом деле... Глаз-алмаз, вот вижу, что будет мразотная какая-то история. Почему? Это нормальный вопрос. У тебя, не сиськи и жопа, у тебя грудь и попа. Да, или бедра. Бедра? Или щель порока, хотя бы. А, все нормально, я понял. Меня просто недавно... Это надо вырезать обязательно. у меня недавно выходит какие-нибудь там... Я думал, я тут пиздячу, а тут просто сказала, перечеркнула... Это вырезать. Исфера Ахиллеса. Я постоянно, я публикую фотографии в соцсетях, и постоянно всякие там блокнот Ру или что-то еще публикуют. Клава Кока засветила свою щель порока. И просто я обожаю заходить. Когда мне скучно, я в гугле вбиваю Клава Кока, новости, и там я могу сейчас и показать. Извини, я хотел уточнить, я чуть пожилой для этого. Щель порока, она с какой стороны? Она? Я не знаю, что они имеют в виду. Я же не изучаю. Давайте подумаем, щель порока, это какая может быть часть? Ну, может быть, это... Лицевик или бампера. А сзади, да? Щель порока до сих пор не отпускает меня. Скажи. Мама, мама, а как я появился на свет? Я тебе рассказывал про щель порока. Клава Кока обмотала бедра драпировкой. Сверху тесно, снизу болтается. Это человек, который пишет это, свяжись со мной, ты нужен мне. Так вот он, вот он, стоит перед тобой. Я главный редактор этих новостей. Спасибо большое. Нет, короче, на самом деле, я считаю, что мои костюмы, конечно, иногда бывают немного на грани, но у меня всегда все прикрыто. И если честно, поначалу мне было... Я была очень таким застенчивым ребенком всегда, и мне было очень тяжело не то, чтобы там какой-то декольте и так далее. Мне было там сложно надеть юбку выше колена или комбинезон какой-то обтягивающий. Или когда я приходила на танцы первые разы, я делала движения бедрами, и я думала, что я что, какая-то проститутка. То есть у меня вообще было вот такое. Кто? Ну, как я себя чувствовала, как проститутка, когда я просто делаю какое-то движение бедра. Ну, а сейчас как ты себя чувствуешь? Вот это, что у тебя пишет пресса. Ну, а сейчас как бы вообще, конечно... Совесть у тебя есть? Пошла... Пошла по наклонной. В разнос, конечно. Ну, пещера порока это вообще... Я попрошу щель порока. Пещера... 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 Это новый! Это Дима Масленникова! Нет, ты... Да! Пещера порока! Пещера порока! Мы ищем призрака в пещере порока. Нет, будет сейчас заговор такой. Баста! На программе вопрос ребром выяснил, что за щелью порока прячется пещера. Ищель еще. Так, все, посмеялись и будет, садись. Спасибо. Ты очень красивая девушка и наверняка... Ты тоже. Спасибо. Наверняка у тебя есть очень много ухажеров влиятельных. И был ли такой момент, когда какой-то их поступок или подарок испугал тебя или показался тебе странным? Возможно, там какое-нибудь а-ля место на Ваганьковском кладбище или что-то такое. Это место на кладбище для тебя. Я буду любить тебя до гроба. Слушайте, давайте так. Я перейдем к конфету и скажу. Это хороший подарок. Место на Ваганьковском это хороший подарок. Извините. Ну такое, блин. Не, ну хотя бы такой заход прикольный. Не, ребят, давайте сейчас уберем вот эти все веера, так сказать, и напускной этикет. Знаете, сколько стоит место на Ваганьковском? А зачем мне Ваганьковское? Продаж, купишь квартиру. А еще это может быть отличный подарок-передарок. Да. Илюся, дорогая. Подожди. Прости за все. Клав, если тебе вдруг, ну чисто гипотетически, кто-то подарит какой-то неуместный подарок, у тебя есть неприятный человек, знакомый, которому можно его передавить. Какой? Я. Василий, ты очень приятный. Ну это тогда приятный человек, которому можно его передавить. Хорошо. Я буду иметь в виду. Ну что, отвечая на вопрос, хочу сказать, что таких подарков мне, к сожалению, никто не дарил. Как оказалось. Вот. И вообще, я не могу вспомнить кринжовые какие-то подарки. Если честно. Было наоборот очень много, ну не много, но были подарки, которые были сделаны. От незнакомого какого-то поклонника. Ну допустим. Альберта Сергеевича. Ну почему, почему от незнакомого? Ну вот, мне недавно подарили четыре дня назад один подарок, я тоже была под впечатлением, пока не буду рассказывать. Да что такое, ну хороя, ну ладно, про шутку с Люськой мы, могу рассказать, все расскажу. Вспомнился один подарок, который был именно подарен от человека достаточно состоятельного. Дело было так, мы были в Дубае, и мы прогуливались по улочкам просто, по улочкам гуляем, смотрим. И я сейчас делаю ремонт в своей квартире, и я безумно фанатею от арт-объектов. То есть мне нравятся всякие яркие картины, всякие скульптуры и так далее. И мы проходим, и там, значит, за стеклянной такой перегородкой стоит красное кресло большое, в котором на спинке изображен портрет человека. То есть там прям нос огромный, вот губы, глаза, и все это сделано, но очень футуристично, очень стильное, оно ярко-красного цвета, вот такого, как тот динозаврик. И я такая, мы заходим, говорю, блин, как прикольно, дай-ка я сфоткаю, может, себе там что-то поставлю. Мы смотрим цену, он стоит очень дорого, ну, больше миллиона рублей, я не помню сколько. Я такая, блин, классно. И мы еще поспорили с ним, как думаешь, сколько он стоит. Я сказала, там, тысяч триста, он говорит, наверное, тысяч пятьсот, миллион, мы такие, пфуф, угар, все, пока мы пошли. Мне как-то близким другом и так далее. Мы просто давно не виделись и вот встретились в незнакомой стране, потому что он на то время то ли там отдыхал, то ли там находился. Вот. Я потом возвращаюсь в Россию, возвращаюсь в Москву, и я только прилетаю и захожу, значит, поднимаюсь на свою лестничную клеточку, и там стоит вот это вот огромное гигантское кресло, просто завернутое там бантиком, там была какая-то записка. Вот. И я такая думаю, ничего себе, чувак заморочился. То есть он купил это кресло, он его транспортировал, он его привез, он где-то добыл мой адрес, он его поставил без всех вот этих вот ой, а где твой адрес, как тебе отправить букет, ой, я могу оставить на охране, ой, ну то есть вот без этого. Просто он поставил, оно там стоит, и для меня это был, ну то есть дико такой большой широкий шаг, при том, что человек сам у него большое количество дел, забот, и вот он таким образом заморочился, это меня очень впечатлило. Кайф, аплодисменты. На самом деле у меня много таких историй, просто реально есть чуваки-красавчики, вот уважаю вас за это. Мне знаете, что их постоянно дарят? Нарды из тюрьмы, щетки из тюрьмы. Самый крутой, один раз подарили два пистолета в формате шоколадного торта. Неплохо. Из тюрьмы. Оказалось, что это хлеб черный, вот. Давайте дальше, ребят. Привет, Вася, привет, Клав. Привет. Такой вопрос. С Алишером был клип, мне пох. На сцене был поцелуй. Но в сцене не было. В клипе было. В клипе, да, в клипе. Как целуется Алишер от 1 до 10? Как ты смотришь? Мне пох. Слушай, хорошо он целуется? Нормально. Подтверждаю. Спасибо. Спасибо. Такая, как профессиональный, да, слесарь сказала? Хорошо он делает, но качественно. Отечественный продукт. Вопрос, как бы с чувством это было или без? Ну да, ну как бы... Было как будто с чувством. И что он делает еще с чувством после поцелуя? Если честно, я не знаю. Ты уже была не в себе, да? Нет. Я всегда в себе. Не, потеряла сознание? Нет. Кружилась голова, нет? Нет. Ну а был такой поцелу? Хотя, слушай, у меня кружилась голова, потому что в этот день, когда мы снимали клип, я была после капельницы с отравлением. И я там, меня тошнило, там еще мы попали. А хорошо ты поцеловалась, да, с Алишером? Было романтично. Режиссер говорит, ну идея клипа, да? А ты себя чувствуешь хорошо? Да, я всегда себя чувствую хорошо. Майя, сейчас с Алишеркой подходите, просто целуйтесь. Да, мне нужна минута. Да! Да! Здорово. Мы даже репетировали поцелуи. Да? Да. Вот так? Нет. Но это было так, что перед кадром, мы находимся в кадре, и нам нужно как бы уже целоваться, а мы стесняемся. И как-то вот такая неловкая... Расслабься. Нет. Нет, вот такая. Да, на самом деле я ему говорила. Расслабься. Нет, такая. Слушай, ну все, сейчас. Сейчас. Мы не смогли это сделать в кадре, и мы отошли, чтобы попробовать. Он такой, ну что ты, что ты, что ты, ну что ты, давай. Да я так тысячу раз уже делал. Я не могу так сразу. Ты, Клава, как-то там что-то, ну как-то покажи что-то там. Нет, ну было весело, было весело. Там еще был один такой пикантный момент. Ну, опять не будешь рассказывать, да? Ну что там было? Ну мы можем, знали Широ, можем представить, что за пикантный момент был. Ну там был такой момент, что когда мы целовались, ну то есть в кадре. Что? Получается, рассвет произошел, да? И он сказал, и знаешь, что он сказал? В конце встает. И он сказал, говорит, это тебе комплимент. Бам! Вот так. Давление. Все поняли, да? Ну как-то так было весело. Снимает камера, да? Ребят, ну это все, конечно, хорошо, но я хочу вам сказать, что 12 мая в Москве площадка Urban состоится концерт моего братишки Джарахова. А 18 мая в Санкт-Петербурге Аврора концерт холл будет его концерт. Не пропустите, пожалуйста, эти два удивительных мероприятия человека, который дарит нам не просто хорошее настроение, но еще превращает это в музыку своего сердца. 12 мая Москва, Urban. 18 мая Санкт-Петербург, Аврора концерт холл. Привет, меня зовут Полина. Клава, после выпуска с Егором Кридом Егор обиделся на Васю, у Васи пришлось записывать видеоизвинения. И не один раз. И не один раз. После выпуска с Димой Масленниковым тот тоже обиделся на Васю, ему пришлось записывать извинения. Почему ты дружишь с такими обидчивыми мальчишками и обижающие они на тебя? Неожиданный поворот. Да они не обидчивые, хорошие парни. Просто, видимо, кто-то их переваривает, а кто-то нет. Это понимаете, вот у меня есть лактозная непереносимость, да? Вот ты любишь, например, молочко полакать, а вот я не могу переваривать. Нет, я его пью, люблю пить, ну, а как надо? Я всегда перед Егором, я что-нибудь наговорю, сразу у меня есть три человека, перед кем надо извиниться. было два территории, Дима Масленников, Гуф и Егор Крид. Ну, это у нас стариковские. Сымся, извиняемся. Лучше ни на кого не обижаться, правильно? Обижаться. Согласна. Дальше вопрос. Привет. Привет. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Да. У меня вопрос, Клава, к тебе. Никто не знает, в отношениях ты или нет. Да, никто вообще. Вообще никто не знает, только есть догадки, но у меня такой вопрос. Как ты относишься к сексу для здоровья? А почему ты так смеешься? Ну, потому что здоровый, здоровый человек такой, знаешь, ну, со здоровья. Я говорю, Сергей Петрович, ну, давайте уже к упражнению переходить. да, я готова, как бы. Ну, если честно... Мне неловко слушать это даже. Можно мне отвечать? Ну ладно. Я прошу, пожалуйста. Я могу ответить, могу не отвечать. Я здесь что-то как-то печально себе... Мне кажется, что этот вопрос, он, ну, достаточно в рамках приличия. еще. Хорошо, для здоровья потрохули. Вот если честно, я не хочу, конечно, показаться там занудой или старовером, но у меня ни разу не было секса с человеком, которому у меня либо нет чувств, либо с которым я не в отношении. Ну, короче, просто... Браво! Молодец! Молодец! Батя тобой гордится! Ну, на самом деле, есть сейчас тренд на то, чтобы быть более там раскованным и так далее. Я считаю, что это тоже имеет место быть. У всех разная там либидо, у всех разные желания. Для кого-то это классная возможность быть более уверенным в себе, например. Или в целом есть люди, которым это необходимо чаще, чем мне, скажем. Клав, а как здоровье? Нормально. Джорахов, ты занимался сексом когда-нибудь что-то по здоровью? Допустим, доктор посмотрел твои анализы такую. Я, кстати, недавно провела... Тебе ебаться надо! Я недавно провела полный чекап организма. Каждые полчаса, чтобы в живых выжить-то. Слушай, я в этом году взял реально правдивую историю. Я нагулялся очень и взял аскезу, но понял для себя, что лучше все-таки для здоровья иногда периодически ешь. Да. Слушайте, если вообще это нужно было бы сильно для здоровья, нам бы продавали мужчин и женщин в аптеках. Есть такие заведения. Не совсем аптеки. Ну, как будто нет. Есть такие заведения. А, есть? Есть такие аптеки, конечно. Бордель... Я никогда не слышала такого. Бордель 24 на 7. Чтобы врач пришел и сказал, вы знаете, у вас там щель порока затянулась, вам нужно срочно рассказать. А, есть? Аплодисменты. Молодец. Не, ну, уверены, что это, ну, стоит рассказывать? Да. Что думает зал? Ты... Клав, Клав, ты этих... Ты... Это люди очень неблагонадежные здесь залины. Да, это нормальная история. Да, тут публика собирается такая же, как я. Ну, знаешь, такие, вроде хорошие люди, но внутри есть сразу сигнал. Давай, расскажи нам все. И сисю покажи. Да. Ну, рассказывай историю. Короче. Я вслух это сказал? Короче, была такая история однажды. Это было 2020 год, года три назад. И я, как бы, каждый год планово прохожу осмотр. Ну, весь осмотр. Я выйду отсюда, я не могу. Да что? Рассказывай. Сон. Да я пошутил. И, значит, я пришла к врачу, так скажем, гинеколог. Вот девчонки поймут, что есть всегда, да, такое ощущение, что чуть-чуть неприятненький этот врач. Мужчина? Девчонки есть такое? Да. Гинеколог мужчина? Нет, женщина. Ну, в любом случае, когда ты идешь к гинекологу, то есть тебе нужно такую позу, как бы, занять под этими вот... Все это представляют, все представляют. Ну, и для меня это всегда стресс. И я сижу. Я уже, ну, меня прям потрясывает, мне прям неловко вот это вот. Ты заняла позицию для осмотра? Уже находишься в ней? Или ты просто сидишь, ждешь, когда она подойдет? Или как? Я уже прям для осмотра. Все, так вы все. Я вот только... Чтобы понимать уровень твоего стресса. Нет, понимаешь, я и до переживаю, но уже когда вот я в этом месте нахожусь, я уже быстрее бы вот это. Знаете, смотрю на этот потолок, там еще вот эта люстра, чуть-чуть дальше. А она сидит перед тобой или она может ходить? Или она такая сидит, Подожди, она там бумажки пишет. И подходит, значит, ко мне женщина, так смотрит, знаешь, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Она говорит, а это вы, что ли, ты мой краш поете? Я молчу, я молчу! А был карантин, я в маске. Она подходит к своей женщине, говорит, ты прикинь, там это, Клава Коко Шанель. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сижу... То есть она тебя узнала, так сказать, в лицо? Со всех сторон. Вот так, я же говорю, такая... И после этого, мне кажется, если бы я была бы чуть-чуть помладше, на меня бы это нанесло... Жесткая история, да? На меня бы это нанесло психическую травму, ну это вообще пипец. У меня было практически один в один, когда мне проверяли впервые простату. Впервые... Все, 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 сука, все! Причем, типа, произошло, произошло вот это проникновение, и в конце... Извините, пожалуйста. Я в моменте. Извините, пожалуйста. А можно? А можно видео для моего племянника? Я говорю, после всего того, что у нас было... Я должен подарить вам цветы, да? Да, это не... Все, смешно. Аплодисменты нашему Жарахову, любимому, искреннему. Ужас. Нашей гости. Привет, меня зовут Александра, у меня вопрос. Ты в 8 лет написала свою первую песню и посвятила ее своей бабушке. Просьба такая, ты можешь кусочек исполнить нам сейчас? Да. Значит, мы шли. Я тогда занималась в государственной, в Сырловской государственной детской филармонии. Я пела там лет 9. Ты из Екатеринбурга, да? Да. Уральцы есть тут кто? Есть. Я в сердце. Ты из Урала? Сыренбурга. Ну, рядышком, рядышком. Короче, и, значит, я занималась филармонией, и после меня забирала там то мама, то бабушка, то папа. И в 8 лет мы, значит, идем с мамой, ой, с бабушкой по темным переулкам. Я в Екатеринбурге жила, там все переулки темные тогда были. Вот, мы идем, значит, и мы решили написать песню. Писали мы песню про то, что бабушка катается на велосипеде. И пелось там вот так. Живет на свете бабушка, зовут ее Лиси. Была веселой бабушка и ездила в такси. Лиси, Лиси, ко мне себя вези. Лиси, Лиси, себя ко мне вези. Однажды с быстрой горочки свалила себя в кювет и спас ее Сереженька, отважный наш сосед. Лиси, Лиси, ко мне себя вези. Лиси, 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 себя ко мне вези. Теперь она нарядная, не ездит никуда. Сидим со мною вместе, играем в дурака. Лиси, Лиси, ко мне себя вези. Лиси, Лиси, себя ко мне вези. Бомба. Очень классно. А ты ее не записала? У меня есть блокнот, куда я записывал свою детскую песню. Нет, записать песню, сделать. Лиси, бомба просто. Все может быть. И песня про то, что бабушка купила себе велик, она на нем каталась, упала, ее спас сосед, а потом мы решили, что ну нафиг этот велик, будем играть в дурака, в карты и сиди дома. В дурака и карты в одной тоже? Ну, типа карты. У меня тоже есть песня про бабушку, знаешь? Давай. Не слышала ты? Нет. Лагана, песню про бабушку. Нет. Бабуля, которая меня воспитала, я посвятил целую песню, называется Супер Бах. А идите куплет послышать? У нас есть выбор. Давай, классно. Да, давайте дальше. Спасибо. Супер Ба, ты сказал? Как называется? Да, Супер Ба. Давайте поддержим. Бабуля, бабуля, бабуля! Послушай, кризис бомба. Вообще, пользуясь нашим случаем, давайте передадим всему старшему поколению. Всем бабулькам. Моему бабушке, моему дедушку, всем моим родственникам, которые точно смотрят передачу. Всем привет. Ребят, я честно могу сказать, вот, к сожалению, моей бабуле и деду, ну, старики воспитывали, это были такие крутые люди. Я просто... Моя бабуля, у нее был рост метр пятьдесят четыре. Этот человек для меня на всю жизнь остался как просто гигантский супермен, который могла делать все. Таких уже людей, как говорится, не делают, таких уже не существует. Так что наших бабушкам привет, любовь и благодарность. Спасибо. Я тебя скину, про бабулю пошли. Клево. А я бабушку недавно в клипе в своем сняла. Ну, потом посмотрите. Давай сделаем песню. Запиши песню. Мне кажется, будет шлягер вообще про бабушку. Почему все там гуф про бабулю, многие парни поют про бабулю, а девчонки никто про бабулю не спел. Ну, пишите в комментариях, если вам понравилось. Да, нам понравилось. Правда? Запиши, Кань, просто разрыв просто. Люси, Люси, ка мне себя вези, Люси, Люси, все бабы не вези. Люси, Люси, что ты у меня вези. Бабушка, Люси, Люси. Бабуля, бабуля родная, я здесь. Люси. Будет разрыв, да? Давайте сделаем, да? Сделаете? Да, кайф. Кайф. Бабушка разорвется, представляешь? Как бабушку зовут? Люси. Нет, я имею ввиду по имени и отчеству. Людмила Дмитриевна. Я недавно записала до нее песню, кстати. Людмила Дмитриевна. Людмила Дмитриевна, хочу вам сказать славу благодарности и передать вам большущий привет. За то, что вы, просто она сказала про песню, а в этой песне очень много, что вы с ней занимались, ходили, провожали. Да мы каждый день в Телеграме переписываемся. Все, я понял. Ну, дослушай до конца. Спасибо вам большое, замечательное бабушке Люси. Мы обязательно попросим вашу внучку, чтобы она записала песню, чтобы радовать и вас, и нас, и всех бабушек. Вы замечательные. Вот так. Я обожаю бабушек, клянусь. Вот бабусе, это для меня просто... Откуда в них столько сил, энергии, клянусь? А дедусе? Дедусе. Ну бабусе все равно покруче. Ну бабусе, да, бабусе. Потому что дедусе это все равно... Эээ, бабушка, давай! Люди, я быстро расскажу, что купил машину новую. Приехал в Москву, купил новую машину первую. Эскалейд, все, так и еду. Такой уезжаю. Первую? Эскалейд? Да. Еду, по-моему, такой звук. Такой думаю, что такое, где ударил? И бабушка с палочкой мимо. Ты ничего не скажешь. Я подъехал, говорю, бабушка, попросите. Она тебе еще по башке, да? Она говорит, она говорит, я не била. Следующий день она гуляет. Опять бум! Я просто говорю, бабушка, пожалуйста, можете не бить машину? Я не била. А потом спускаясь в лифте, еду на съемку. Быстро я говорю, еду на съемку. Еще когда одевались как рэперы, там вот это все, кепки. Спускаюсь, а она стоит с подъездным консержем, беседует. Так лифт расковается, я выхожу, пытаюсь выйти, она меня смотрит. А это у нас что за чучело мяучило такое? Вот так. А я там просто жду, сейчас выйду. Что это за чучело мяучило? А ведь это хорошие слова были. Они заставляли смиряться тогда и быть проще. Спасибо за добрые, честные слова у нас. Следующий вопрос. Серафим Долбунов. Долгунов? Да, Долбунов. Здравствуйте, Серафим. Здравствуйте, Василий. А что значит Серафим? Серафим переводится с греческого пламенный и огненный. А знаете, как переводится Клавдия? Как? Хромая. Хромая? Да. Не буду говорить, как переводится слово Василий. Имя Василий. Царь, что? Царь, так и есть. Ну, видите, у всех царь, повелитель, там, я не знаю, ангел. У меня хромая. В этом есть какой-то панч 100%. Ну да. Это какая-то есть философия. Я себя так же успокаиваю. Ну что это хромая? Почему хромая? Давай слушаем тебя огненный. Царь рядом. Хромая, слушай. Давай, брат. Когда в последний раз ты слышала от своих родственников такую фразу? Клав, так хочется деток понянчить. Когда там уже? Это моя больная тема. Я поддерживаю, у меня такая же, поэтому и вопрос такой. Вы просто не представляете, как я хочу детей. Просто я так люблю детей. А тебе сколько лет? 26. Ну, я тебе как батя, могу сказать, надо задуматься. Надо задуматься. Я прям вот как даже вижу, если чужих детей там на площадке съемочной или где-то во дворе. Я не знаю, у меня просыпается вообще. Я становлюсь другим человеком, я могу заплакать. То есть я прям проникаюсь, вся вот так вот. Мне хочется окутать, обнять, остаться. То есть я очень сильно хочу детей. И, естественно, все в моей семье это знают. Я вообще из многодетной семьи. И мы все по годике, нас трое. Но мы все одного возраста. У нас годик, годик, полтора разницы. Кто у тебя? Ну, расскажи. У меня есть брат, старший Лев. Лева, да? Он занимается, кстати, мерчом Димы Масленникова. Сейчас. Да ведешь сейчас, Вася. Лев, держись. Не взумай шутить там. В общем, у меня есть младшая сестра Лада. Она мой стилист. Лада? Да, Лада. Она полностью занимается всеми моими костюмами. Она все придумывает. Она молодец. Лада, вы молодец. Лада, молодец, да. У меня еще есть... Лев, вы тоже. Еще у меня есть младший брат, двоюродный. Ему вчера исполнилось 12 лет. Как зовут? Его зовут Дима. Что? Ну да, Дима, что? Нет, здесь никаких вопросов нет. Ну, в общем, я очень сильно хочу. Я очень жду, когда же наконец-таки я встречу свою... Любовь всей своей жизни. И мы с ним нарожаем маленьких... Сколько? Ну, хотя бы парочку. Хотя бы парочку. Кого хочется? Пацана, девчонка. Ну, вот, не, пацана тоже. То есть, пацана я просто знаю, как можно... Девчонок надо. Девчонок тоже надо. Но первого... Да только девчонок ты что. Только? У тебя девчонки? У меня две девчонки, ты что, это лучшие люди. Вообще просто искрометные. Ну, я смотрю, без обид могу сказать. На пацанов смотрю просто, ну, ровесников. Они просто... Ну, я такой же был, да? А девчонки такие... Пойдем, Муравьев, пошел. Вася, тебе 13 лет. Да, пойдем, пойдем прыгнем со второго... Пойдем палкой по говну стучать. А тогда веснушки появляются. Пойдем, пойдем прыгнем со второго этажа спиной в песок. Ну, вот такое. А девчонки классные такие, все там мучатся. Да дети все прекрасны. А вот, слушай, я хотела тебе спросить, а почему у тебя одна дочка стоит на заставке? А это у меня по очереди они. А вторая не обижается? Каждую неделю, каждую неделю меняют. Сегодня вот, сейчас пока младшая здесь. Так мило, я не помню. Потом старшая. А? Это мило. Нет, по очереди. Я тебе говорю, я даже вот сейчас этим. Нет, я их обожаю, ты что, они просто... Мне старшая дочка, я пытаюсь шутить вот так, как я шучу. Знаешь, что она мне говорит? Ты думаешь, что это смешно? Хоть кто-то. Нет, я так говорю, ну как бы да. Хорошо, что ты так думаешь. Главное, чтобы тебе нравилось. Нет, мы выходим, ну, представляете, 13 лет. То есть это уже девушка. Ну, это нормально, да. Ну, я там и... Пытаюсь пошучивать сюда. Говорит, можешь так громко не разговаривать, не шутить, пожалуйста. Как это бесит. Я в шоке. А что я скажу? Что я скажу? Моя порода. Ну, короче, дети класс. Надеюсь, что скоро в моей жизни это счастье тоже. Мы желаем тебе этого искренне. Обязательно, спасибо. У нас есть, короче, еще заведения в разных городах, и те люди, которые сюда не смогли попасть, они приходят туда и оставляют свои видеоопросы. Мы пересмотрим большое количество видеоопросов из разных городов и выбираем, на наш взгляд, самые интересные. Кайф, давайте. Внимание на экран. Внимание на экран. Всем привет. Меня зовут Алена. Я нахожусь в Москве в ресторане «Френд Байбаста» на депо. Улица Лесная, дом 20, строение 6. И у меня вопрос к клаве. Недавно у тебя вышла песня «Замуж», но мы знаем, что замуж ты не собираешься. Ответь нам, как бы ты хотела, чтобы выглядела твоя идеальная свадьба. А такой вопрос интересный. А мы, а скажи, не зря пришла? Вообще точно. Пускай по твоей потенциальной хахали, кто там внутри тянется к тебе, чтобы понимали уже сразу сценарий, расстановка. Вот ты знаешь, ты меня поймешь, я столько раз выступала на свадьбу. Да. Я столько раз уже видела, как разные люди справляют это торжество. И мне, если честно, вообще все это не нравится. Оно классно, наверное, когда ты первый раз все это видишь, потому что для тебя это в новинку. А для меня это стало обыденностью. Поэтому я недавно была в Мексике, и там есть небольшой город. Канкун? Там нет, Тулум. И отъезжая от Тулума есть небольшой город. Я там все знаю, ты что? Да? Да, конечно. И там есть музей. 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 Тебе сейчас покажу. Смотри, вот это наш свадебный стол. Да? Там гостей на 25 рассчитано, чтобы можно было взять с собой только самых близких. Ну это считай, смотри, 25 человек, это мама, папа, двоюродный брат, тетя, бабушка, дедушка. Дима Масленников. Ну посмотри, церемонию здесь можно провести. Бомба. Смотри, как круто. Как будто место, где Масленников снимает про призраков. Да что ты думаешь? Короче, это арт-объект. Мне там очень понравилось. Там так светло, нежно и красиво. И, наверное, это единственное место, где бы я хотела на данный момент провести свою свадьбу. Вот так. Аплодисменты. Дорогие друзья, спасибо большое. У нас в гостях, дорогие друзья, была удивительная, замечательная, очень теплая. Ой, спасибо. Искренняя, веселая, с хорошим чувством юмора, где-то, может, поддающая перчику, в хорошем смысле, создающая атмосферу Клау Кока. Но сейчас, дорогие друзья, у меня бабки есть, я говорю сразу. А здесь бабки ничего не решают. Если для вас Клава оказалась злой Клавкой. Бородавкой. Клавкой, да. Вы поднимаете черную свинью, и тогда за счет сегодняшнего ужина платит Клава. Так как она богатая девушка, для нее чек будет Х-10. Вот, если же все-таки она была замечательной, удивительной, искренней, и после сегодняшней программы вы уйдете отсюда с теплом на сердце, вы поднимаете красного дракона, и, как всегда, за счет заплачу я. Вверх решение. А что, все красные? Все красные? Вы что, мусорнулись, блин? Вы что, прикалывает? Ну, покажите хоть кто-нибудь свинью подложите. Ну, давай, Вовчик, покажи свинью. Ну, нет. Есть две свиньи, но это рекорд. А где, а где кто свинью показал? Есть кто-нибудь? Выйди сюда! Свиняйте сюда! Да, вот, нет, ну, есть две, но это... А где? Итак, за чек плачу я. Блин, извини, Вася. Ты знаешь, Клав, сходить на свидание-интервью с такой замечательной девушкой, поговорить, пообщаться, где-то быть хамливым, неприятным, но ты с таким теплом и улыбкой воспринимала все наши с жарахом выкатки, что я счастлив заплатить за наш ужин 151 тысячу. Видишь, как я дорого тебе обхожу? Ничего с малышем. Эти интеграции вначале были специально для тебя. Спасибо. Спасибо большое ребятам. Аплодисменты, друзья. Я получила большое удовольствие. Реально, как-то мы так посидели, как старые друзья. Поболтали, пошутили. Пойдем расскажешь шутку, которую ты чеботиной помонила. Погнали! Все, до следующей недели! Всем пока, спасибо! Орэ вуар! Продолжение следует...